Здравствуйте, товарищи мастера! И что ж, вот оно, продолжение полностью всех шести оставшихся боссов с этого ивента. Некоторые это, естественно, повторки, а некоторые новые. Начнем мы с повторок. Это у нас Аста с Марвеем. Они были не так давно на своем же реране, и я думаю, что в целом с ними сложности не должно возникнуть, потому что кто-то их уже проходит, наверное, второй или третий раз, поэтому в целом ничего такого, чтобы сложного. Ну, конечно же, опять из советов каких-то, не берите сюда союзников, у которых КД 6 ходов. Ну, как бы, ладно, если у вас есть 4, вернее не 4, 3 союзника, которые могут бить, и у которых ульта откатывается типа за 4-5 ходов, хода, то, хорошо, возьмите туда еще кого-нибудь с КД 6. В противном случае вы, скорее всего, можете не успеть попасть в нужную механику. Но! Тоже можно это все, конечно же, обыграть, если включить смекалку. И, к примеру, взять сюда того же Квинси, да, и на первый раз, когда вот нужно в Астера ударить двумя ультами, ударить одной, так как это будет первая его ульта, он еще не будет так сильно разогнан в атаке. На минуточку напоминаю, что каждые боссы повышают атаку себе каждый ход, поэтому они и бьют сильнее потом в дальнейшем. Так вот, можно пропустить, не особо желательно, но зависит, опять же, от вашей прокачки. Если вы можете себе это позволить, то, пожалуйста, на здоровье. И если вы сейчас задаетесь вопросом, какого черта видео очень быстро вот это на X2 стоит, я отвечу просто потому, что оно очень длинное, а само видео, вот это все целиком, оно, в принципе, немаленькое. Поэтому, чтобы не затягивать, суть написана на экране, я думаю, что кому надо, уже прочитал. И как-то особо описывать, что, куда и зачем уже третий раз, тоже шибко не очень хочется. Из моментов тоже таких типа советов, мультитаргетовые союзники здесь под вопросом, если вы умеете ими пользоваться и прекрасно понимаете, что, например, со второго хода и далее плюс шесть, лучше увести такого союзника в защиту, то берите их сюда. Но если вы не подумаете об этом, то, возможно, на этих ходах ваш мультитаргет случайно пукнет в Марвея, тем самым вам прилетит мощная оплеуха и придется перепроигрывать. С этим внимательно. Но как только вы сольете Астера, вам, в принципе, нужно будет обращать внимание только на два прямых красных меча над Марвеем, но, по факту, при ходовках, при отсутствии второй помехи слева или справа, Астера, вернее, Марвея, можно спокойненько задудозить, просто потому, что он сам себе там хп сливает. Вторая волна ничего критичного из себя не представляет, она так более как показушная. Поэтому с этим боссом разобрались. Будем переключаться на следующего буквенного босса. Не скажу, что этот босс сложный какой-то, но он не особо-то и легкий. Из сложного. Сюда нужно будет 4 союзника, которые наносят урон. Очень хорошо, если у вас саппорт атакующий, тогда по факту у вас есть 5 рук. Если саппорт не атакующий, то тогда 4 дд в помощь, ну, либо же АОЕ, но АОЕ под вопросом по причине того, что Гару бьют, и если его сольют до конца, так же, как и Якума, то вы проиграете. Поэтому АОЕ это такое, знаете, вот очень-очень под вопросом, под большим. Дальше. По поводу хила. Когда-то давно, когда был только, вышел ивент долины, там можно было хилиться. Нариране не знаю, сразу говорю. Но здесь эту функцию убрали. То есть хил здесь вам в принципе не нужен. Гару будет вас подхиливать, и все, что вам нужно, это следить за ходовками, ну и, конечно же, за здоровьем ваших союзников. На этом сложность вся заканчивается. Ну, как заканчивается? Ну, сложность с хилом. Конкретно сложность в самой механике, так это вот четыре руки. Потому что что в Гару, что в Якума, нужно будет стукнуть по одному разу. А этого нашего мальчика-змееныша нужно будет три раза ударить либо рукой, либо ультой, в зависимости от хода. И проседает, ну, как мне кажется, вот какой-то, не то чтобы урон ваш, или команда проседает, а вот внутренний комфорт, он теряется, пытаешься, переживаешь, успеешь или не успеешь, и в этом есть весь минус для меня конкретно. Потому что я на Блисе его проходила, когда я такая, да блин. И возможно, кстати, если бы не банкетный Куя у меня здесь, мне было бы сложно. Но не переживайте, потому что у меня прокачка этих союзников, это у СССР 4 звезды, у СССР это 2 звезды. Я специально не брала сюда именно сильных каких-то, которые, ну, у меня можно назвать сильными. Здесь плюс потенциалы, это 6-9 максимум, чтобы вот этих вот мальчиков можно было показать на средних аккаунтах. Но это только как бы боссы буквенные. Сейчас мы с вами доберемся до боссов ивента. Я думаю, что кто их уже пощупал, тот понял, что немедом как бы намазано и еще на первом боссе ивентовым 2 недели назад, когда он только вышел, неделю назад, 2 недели назад. Было понятно, что легко не будет, потому что они очень требовательны. И, в принципе, пока я разговаривала с вами, давно с вами не разговаривала, скучилась. Забили мы босса буквенного под буккэди. Грустный смайлик, кстати, получается. И можно переходить на следующего, а именно конкретно адекватного второго босса ивента. И что мы здесь имеем? Проходить я буду на своем аккаунте, я не хочу мучиться, потому что это тяжело. Обязательно нужен таунт у танка. И танка нужно ставить в центр. Если у вас обычно там Марвей, если танк не имеет иммунитета к параличу. Объясняю почему. С четвертого хода и далее плюс 6, мы юзаем ульту, босс бьет танка и парализует его на один ход. И нам нужно будет на следующий ход, то есть на пятый, увести всех в защиту. Если танк стоит где угодно, кроме третьей позиции, на нем паралич, возможно, первую ульту таунт и вывезет. Но вот со второго и далее, там уже далеко не факт. Возможно, будет отлетать. Поэтому здесь внимательно. Вдовесок по стихиям. Очень здорово сюда заходит стихия леса, потому что есть резонанс. И он прям продвигается сейчас в массы плотничком. Будет просто быстрее. Касательно отката ульт, или вот там братнюк пачку, или нюк пачку, в принципе, смотрите сами, как вам удобно. Потому что ульт нужно использовать с восьмого хода и далее плюс 6. Ну, желательно. То есть первые ульты, по факту, все союзники пропускают, потом уже начинают бить. Квинсы хотите? Пожалуйста, убейте босса. Но суть в том, что когда нужно будет использовать ульты, вас будет рикошетить. И, ну, вы можете до конца все ульты использовать. Я не проверяла. Я не буду брать. Я вот снимала у себя щит целиком. И такая, ну, хватит. Не будем рисковать. Как бы мы, кто такие здесь. Вы можете попробовать. Напишите в комментариях, если вдруг попробовали, и, ну, персы не убились, а просто ушли там, не знаю, в один единицу хп. И такими темпами тактика легкая. То есть не нужно где-то миллион тысяч моментов просматривать. Всего три момента, которые желательно запомнить. Но вся сложность в том, что очень жирный босс, он очень больно бьет. Нужны союзники, которые обладают высоким хп. Там танк опять же тот же прокачанный, не просто так. Так, моя Блисовская пачка здесь просто на первой же ульте отлетела. Делайте выводы, качайтесь, кто встал на нем. И, в принципе, все. С этим боссом говорить больше нам не о чем. Я надеюсь, что вы смогли его пройти еще неделю назад, когда он вышел. Поэтому закрываем его, переключаемся на других. Будем смотреть, что там дальше. Дальше будет хуже, потому что третий босс ивента это просто нервотрепка лютая, как мне кажется. Но перед тем, как прыгнуть на третьего босса, у нас еще есть два буквенных босса. И следующий. Сразу у меня еще анимация даже не прогрузилась, а я начну. Следующий буквенный босс опять же требует очень сильно, желательно четыре удара с руки. Потому что автоматоны, которые здесь вот эти вот в масках, чувачки, им нужно будет в одного ударить ультой один раз, в другого ударить ультой трижды. Можно взять АОЕ. Тут уже как бы совершенно не важно. Не надо вот смотреть, как было с ГАРу, что кто-то из врагов, если умрет, то его отведите. Нет, здесь вообще плевать. Но опять же, если у союзников ваших КД шесть ходов, то, к сожалению, мимо. Но особо внимательные видят у меня здесь квинсы. Но я не подумала. Ну, как бы да. Не всегда мозг работает. Поэтому это из серии, как было на прошлых буквенных боссах, когда вот с Астромом РВМ. Когда первую ульту можно перетерпеть. Конечно, позиция два и четыре уйдет в паралич. Но, знаете, лучше потерпеть. Можно, конечно, использовать типа Таунтанка, если там у вас не раскачаны АОЕ. Но по мне, я лучше вот так. Потому что бывает иногда крайне лениво перепроходить заново, пересобирать команду. Но вот есть возможность спокойно как-то пережить первый раз, первый ход и закрыть глаза. Из также моментов, которые я хотела бы упомянуть, старайтесь первым сливать автоматона, который вот у нас идет 79-43. Чтобы было проще, это будет не тот автоматон, с которого вы начинаете бой, а рядышком, который стоит. Потому что именно в него нужно всадить три ульты. Вы его добьете и потом уже с тем разбирайтесь, как хотите, сколько хотите, как будет душе угодно. Из важных нюансов также, когда, тут уже описано, конечно, но я упомяну все-таки вслух, когда у автоматона, у него 25% ХП, появляется замок, вы должны успеть слить эти 25% за три хода. Если вы этого не сделаете, вас ваншотнут. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, следите за этим. После того, как вы слили там одного, переключайтесь на другого. Здесь нет момента, что вы должны именно одновременно их слить. Нет, как по кайфу. Если есть желание слить их одновременно, то, пожалуйста, сливайте их одновременно, вам никто это не запрещает. С автоматонами вроде как разобрались. Из приятного, что вам поможет, когда вы убиваете одного автоматона, он ретируется с поля боя, при этом еще и ударяя блейды. Блейды тоже нужно будет потом ударить. И сейчас сразу про блейды, наверное, начну. У него ходовка не поменялась, что приятно с прошлого ивента. Это, по-моему, ржавая нация, если не ошибаюсь. Ситуация в следующем. Он бьет по всем позициям, кроме третий. Так что, при построении пачки, например, можете хила в центр поставить. Но тут уже как удобно. Я особо этим не заморачивалась. Можно просто увезти в защиту. Можно вообще, в принципе, не уводить в защиту и добить его так, потому что здоровье у него остается 50%. И я думаю, что ульты у вас будут откатаны. Я очень надеюсь на это. Вы его сольете. И сказать мне про этот вопрос больше нечего. Я даже не знаю, что еще сюда вставить, потому что очень сильно затягивается бой на Блисовском аккаунте. но я такая ты должна показать людям, что средней командой хотя бы что-то можно здесь пройти. Потому что за буквенных боссов все-таки дают очки, вернее, итемы для обменника. И как это называется? У меня мозг с ней работает. Ивент-очки. Вот. И ну, вы хотя бы немножко там закроете, заберете какие-то награды. Что, как по мне, должно быть приятно. Хоть какая-то награда, да, они крутки. Но и в целом все эти боссы на этом ивенте, они очень некрасиво сделаны. У нас были похожие ивенты, но они хотя бы не так заморачивались что ли с боссами. Боссов много. Я не скажу, что они блин, нужны. У нас будут рераны, у нас были рераны. Зачем это добавлять, чтобы что? Чтобы показать, что вы помните? Мы же тоже помним. Или для какой интересный босс. Показали бы Хьюи здесь, но я не знаю, зачем Блейда поставили. Если бы поставили Хьюи того же, то люди бы такие о, нифига себе, это кто, что за чел, ну кто, по крайней мере, тот ивент не читал, потому что рерана этого ивента еще не было, он будет в ближайшем будущем. Наконец-то это все закончилось, и мы можем переключаться на последнего буквенного. Там у нас очень древний босс, прям вот пипец какой древний босс, он был в башне тысячу лет назад. Можете брать сюда кого хотите, вообще без разницы, себя возьмите, меня возьмите, друзей и идите на этого босса. В чем у него тактика вся его заключается? Смотрите, у него будут появляться значки, бафы точнее, вы можете их открывать и почитывать. Там все на подсознательном уровне понятно, что делать, там бейзик атак рука, гвард стейдж защита, ультимейт это ультами бить. Все остальные моменты бейте абсолютно как хотите. Я на всякий случай написала, что босс делает, при каких механиках, при каких ультах, но это не то, чтобы важно. То бишь, вот допустим, надо на шестом ходу его рукой ударить дважды. Ну, вы ударили всеми, понятно. И он бьет четвертое, пятое место, но он бьет так, ну, как бы щекочет. С ультами то же самое. Я просто, ну, так, чтобы было, дописала, что он бьет в первую и вторую позицию, но это опять же так, чтобы, ну, вы знали, чего ожидать. Самое жесткое, это вот, когда в защиту нужно всех уводить, потому что тогда прилетает в эншоп. Это единственный минус на этом боссе, но в целом все ходовки у него понятные. это 4 плюс 6, 6 плюс 2, ну, сложно в математику словами объяснять, но как последовательность вот это все вы видите на экране. Я думаю, не будет каким-то супер-мега сложным ходом, если вы там больше 20 ходов задержались на этих боссах, не будет какого-то прям мега горения у вас. как обычно, договорила раньше, чем добила босса, прокачка решает, кто-то проходит его там за 6 ходов, кому-то нужно больше. Никого не виню, играть вам комфортно, потому что все-таки это игра, где мы смотрим на мальчика. Конечно, нас иногда трогают очень сильно там, где мы не хотим, чтобы нас трогали, но так только огонечек у нас, мне кажется, разжигается. Иногда, конечно, это огонечко такой игривый, а иногда это прям пламя в сраке, как будет с третьим боссом непосредственно, потому что я начну сразу сейчас про него говорить, он слишком требовательный, и в целом все основные боссы данного ивента ну как-то пафосо нагоняют на себя до хренища, либо у тебя должны быть жирные союзники прокачанные, либо до хренища всего, и опять же, я буду проходить это на основе, сюда нужны хилы, которые делают ТБТ хил, здесь есть расшифровка на экране, не буду заморачиваться, плюс нужны достаточно сильные все-таки мальчики с большим количеством хп, при этом у вас должен быть и прокачанный хил, потому что он будет тащить, и прокачанный саппорт, потому что саппорт будет тащить вашего хила, там, к примеру, вы там уже на 20 ходу, и вы должны понимать, что урон босса будет сильнее, я говорила уже об этом ранее, так вот, что здесь с этим боссом, с 4 хода и далее плюс 6, уводим всех в защиту, потому что тогда у вас, если там не 10 тысяч хп, то все союзники отлетят, ну вернее, те, у кого не 10 тысяч хп, к примеру, с 5 хода используем ульты, но опять же, хотите где-то ульты используйте раньше, кроме ульт, хила это обязательно, и саппорта, по причине того, что на 6 ходу нужно будет увести в защиту и дальше уже как-то играть, отхиливаться, почему, например, на 5 ходу нельзя увести в защиту, если вы это сделаете, ваши союзники, которые не обладают иммунитетом к параличу, будут в параличе, тем самым вы не сможете ни походить ими, ни защитить их, получается, что, скорее всего, будет какой-то пролет, дальше, что тут еще, в принципе, опять же, тактика простого, вообще, не оригинальная ни разу, ты не должен думать, как тебе ходить, у тебя вот четкое тз, оно, блин, все три момента, но за счет того, что сюда требуется большая прокачка, это, вот, как бы, огонь в сраке разжигает, можно через два хила играть, естественно, но при этом, опять же, хилы, хотя бы один, должен с эффектом ТБТ быть, если стандартная Алиева, то стандартная Алиева должен быть как минимум в три звезды, потому что иначе он отлетит, да, это тяжело, да, это пипец, какие противные боссы, но что вы хотели, будем откровенными, та задница, которая, невозможно, практически, я не говорю, что там ноль процентов, ну а там, блин, там два процента, что пройдет какой-то лоуак, прогрызет дыру, ну, вы сами понимаете, почему я прохожу это основа, что скрывать, так жопа горит с этой херней, тут еще и 30-40 часов мучиться, чтобы для видео это сделать, и понимая, что вряд ли люди, которые не очень разбираются в механиках разных персонажей, у которых нет каких-то персонажей, смогут пройти так же, как я этого босса, как, камон, камон, ребят, вы поняли, поэтому, да, забирайте награды в заданиях, они будут там, там будут и крутки, и винточки, а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем крепких нервов на этих боссах, приятной игры, и пока-пока, со всех, ко всем, пока-пока. . Пока-пока. Продолжение следует...